Это я завесила прошлой зимой, чтобы ветер прямой сюда не дул. В этом шалаше 72-летняя Анастасия Тимофеевна Климова живёт уже три года. Вот внизу двери с мусорки лежат, а вверх делали весь из маленьких-маленьких-маленьких дощечек от ящиков. Свой дом пенсионерка продала и купила два участка земли под строительство. Хотела, чтобы у дочери было отдельное жильё. Остальную сумму оставила на стройматериалы. Но дочка якобы забрала деньги и уехала в Москву. С тех пор Анастасия Тимофеевна живёт в шалаше. Дочь о матери не вспоминает. За три года позвонила лишь один раз, прошлым летом. Да и то рассказывала о своих проблемах. Мол, самой в столице непросто. То, что мать живёт на улице, по словам Анастасии Тимофеевны, её мало беспокоит. Хотела побыть одна и будь одна. Нечем помогать. Ей надо за квартиру платить, они не справляются с квартирой со своей. С тех пор дочь на связь не выходит. Номер, с которого она звонила, отключён. А где искать её в Москве, Анастасия Тимофеевна попросту не знает. Предыдущие зимы бабушка ночевала у соседки. Но в этом году женщина отказала. Места больше нет. У самой крошечный барак. А тут ещё дочь с зятем ждут рождения малыша. Старушка пыталась самостоятельно достроить дом. Взяла кредит. 40 тысяч рублей. Думала, будет достаточно. Но денег хватило только на фундамент и на часть стен. Сейчас долг перед банком около 100 тысяч рублей. Каждый месяц приходится отдавать почти половину пенсии. А жить бабушке по-прежнему негде. Да и надеяться не на кого. Кроме дочери, родственников нет. Когда уже начинаются морозы, я у соседки грею две бутылки горячей воды. Чтобы достроить дом, нужен миллион. Сумма огромная. Бабушка рада бы продать второй участок земли. Его стоимость оценщик определил в 350 тысяч. Но за три года покупатель так и не нашёлся. Соцзащита не раз предлагала Анастасия Тимофеевне переехать в дом престарелых. Бабушка отказывается. Мечтает прожить старость в собственном доме. На дочку обиды не держит. И всё ещё надеется. Она одумается и вернётся. Оля, приезжай. Может, нам всем вместе лучше будет. Ирина Щанина, Александр Дремух, Воронежская область, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok